Казахстанцы, которые находятся в настоящее время в Южной Корее, Японии, Италии и Иране должны вернуться на родину до 1 марта. Эти страны, помимо Китая, вошли в первую категорию риска по коронавирусу. Всех прибывших будут помещать на 14-дневный карантин, а затем 10 дней они будут под домашним наблюдением медработников. Об этом на пресс-конференции в службе центральной коммуникации сообщил главный санитарный врач Казахстана. По словам жандарбека Бекшина, из-за инфекции во многих странах отмечается сложная эпидемиологическая ситуация. Поэтому принято решение сократить число авиарейсов в ряд стран. Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 2500 человек. При этом в самом Китае, который стал источником распространения вируса, обстановка наоборот стабилизируется. У нас сейчас будет ограничение по количеству вылетов. До 1 марта даем возможность нашим гражданам вернуться. Еженедельно в Южную Корею вылетает 9 бортов. 7 из города Алматы и 2 из города Нур-Султан. Их задача сейчас максимально вернуть наших граждан, которые там находятся. Далее также по Ирану здесь ситуация намного легче, потому что порядка всего 170 наших граждан там находятся. И до 1 марта они должны вернуться. Я еще сказал о том, что многие граждане возвращают билеты. И вот сейчас комитет у гражданской авиации вчера на заседании республиканской межведомственной комиссии дано поручение возмещать стоимость билетов в полном объеме лицам, которые возвращают свои билеты. То есть отказываются от поездок. Из-за распространения коронавируса остается закрытый Международный центр приграничного сотрудничества Харгос. Когда он вновь заработает, пока неизвестно. По словам Жан-Дорбека Бекшина, контрольно-пропускные пункты Харгоса не оснащены необходимым оборудованием для оперативной проверки большого количества прибывающих. При этом, вы знаете, грузовое движение не останавливается. Касательно персонала, который осуществляет грузовые перевозки, это машинисты. Здесь четко мы выяснили, что никакого риска нет. Водители транспорта, которые занимаются газом, тоже риск нет. Они заезжают на 2-3 часа и тут же выезжают на территорию Казахстана. Они не заезжают только в рамках, будем говорить, таможенной зоны.